Центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства в поселке Ушумун Магдагачинского района становится перевалочным пунктом для пенсионеров и инвалидов перед домом-интернатом или психиатрической больницей. В приют около года назад, открытые специально для бездомных бродяг, начали приходить люди, которые не могут, а чаще не хотят помогать родственники. Около половины живущих здесь оказываются невменяемыми. Из 87 человек, подобранных на улицах, только единица начинает новую жизнь. Как вылечить искалеченные судьбы? Ответ в материале Анны Деровой. Куплю, там вроде есть за полторы тысячи эту самую, тюнер, да, чтобы можно уже там цифровое смотреть. Новый телевизор Григорий Григорьевич смог себе позволить только после 60-ти. Теперь он никому не рассказывает. Раньше пил, дважды развелся. Когда одумался, ни семьи, ни работы. На старости лет никому оказался не нужен. Зато теперь пенсионер – образец для подражания всех местных. Завел друзей, как все отмечают праздники, интересуется политикой, выписывает свежие газеты и между делом дает уроки жизни. Не пьешь, не куришь. Ты знаешь, у тебя рабочий день, как у всех. Восемь часов ты пошел, отработал, ну а потом уже свободное время, баня и что там, ужин, телевизор, газеты. Вот и все. Ну, как у всех нормальных людей, я так считаю. Соседа по коридору Константина Межуева также приводят в пример. В 53 года, став инвалидом, он едва не оказался на улице. Только здесь получил протезы и пошел работать автослесарем. Я же говорю, работаю, все нормально. Вот сейчас к протезу привыкаем, потихонечку нормально. Такие случаи единичны. Далеко не всем местным постояльцам удается вылечить искалеченную жизнь. Половина из тех, кто попадает сюда – обитатели улиц. Зачастую их привозят в приют уже с психическими отклонениями и инвалидностью. Попытка стать человеком предоставляется каждому. С никому не нужными трудится целый штат работников. Кому-то восстанавливают утерянные документы, кому-то помогают оформить инвалидность и получить технические средства реабилитации. Работоспособные проходят курс трудовой терапии. Многие впервые получают специальность. К примеру, здесь уже есть сапожник. Он принимает заказы от местного населения. Большинство же трудятся на заводе. Здесь изготавливают тротуарную плитку. Заказы принимают со всей области, а доход направляют на самообеспечение. Вот недавно купили дом. Там будет выращиваться свой сельхозпродукт. То есть это картофель, те же огурцы, помидоры, чтобы не где-то закупать, допустим, на стороне, где-то на базах, а чтобы было все свое, и будет проще нам, и денег не будет так много, как уходить на закупку. Спустя полгода, который и длится курс реабилитации, из этого маленького государства уходить не хочет никто. Некуда. Хотя в прошлом у каждого остались родные. Сергей Сергеев ищет дочь, Анну, которой сейчас 28 лет. Он помнит, в последний раз видел ее в 93-м году, когда она пошла в первый класс. В прошлом дать я ходил. Сколько ближе осталось, не знаю. За время работы из приюта забрали только одного постояльца. Несмотря на то, что почти у каждого персонал находит родных, таких уже не хотят возвращать в семью. Вот у Константина Межуева в Сибири живут два сына. И уже есть двое внуков. Кому это нужно? Здоровый-то не нужен был, а еще коллега. Но самое страшное, что сюда приходят и те, кто на старости лет просто остался без жилья. Их родственники знают, что они живут среди уличных бездомных. Одна из таких временных постояльцев Нина шептала. Сейчас она ждет очереди в дом престарелых. У сына у него самого жил пущий день. И своей. Он знает, что здесь ночью он не может помочь. Или Михаил Дрягунов, ветерана Великой Отечественной войны, выгнала из дома родная дочь. 9 мая придется умереть своих женах. Что, помочь вам? Надоело мучиться. Анна Зерова, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.